Ива Ценится она за свои ярко-розовые с белым листочки, которые выпускаются ранней весной Это не цветет Ива, это заблуждение, это молодые приросты листовой вот такой пластинки Ива красивая, но капризная Скажу по своему опыту, очень сильно повреждается тлей И еще, чтобы меньше она болела, и именно мы говорим про Иву Хакуранишики Обязательно садим ее на солнце То есть, чтобы солнечное освещение у нее было целый день, не 3-4 часа в день А именно полный солнечный световой день она была на солнышке Тогда она будет расти неплохо Эти Ивы могут быть на собственном корню, на собственном стволе Вот у меня это она не привитая, она у меня на собственном корню растет Единственное, мы начали ее формировать вот так вот в виде тоже зонтика Могут быть на прививках Но я как знаю, вот мои знакомые, многие делились опытом, что Ива Хакуранишики Привитая на штамбе может подмерзать зимой штамп Поэтому лучше купить Иву все-таки на собственном корню И с годами вот так вот, как я, терпеливо ждать, пока она подрастет И сформировать какую-то интересную шапку или интересную форму, какую вы хотите Ну, потому что будет жалко и обидно, если вы купили, посадили, а она у вас не перезимовала зиму Несмотря на свою капризность, Ива Хакуранишики хорошо поддаются стрижке Поэтому можно придать ей любую форму Весной это санитарная обрезка и в течение года тоже раза 3-4 это декоративная стрижка Обязательно Чем больше вы подстригете, тем больше создадите объем этому дереву Поэтому вот такая желанная красавица в саду, но с капризами, как все красавицы Ива Хакуранишики Ива Вавилонская Криспа – необычный кустарник Высота взрослого дерева до 8 метров Отличается данный сорт Ивы необычной формой листков Следующая красавица пока еще не очень распространенная в наших садах Но я думаю, что все увидят ее после этой передачи и поймут красоту И она появится и займет достойное место Это Ива Вавилонская Криспа Посмотрите, какая невероятная красавица Вот с такими ланцевидными, закрученными, как бы набегут листочками Красивая, элегантная, вот такая стройная Прекрасно набирает рост и массу Вот это вот деревце я посадила в начале июня одной маленькой веточкой Маленькой, вот такой вот Посмотрите результат на сегодняшний день Прирост у этой Ивы до метра за год Сама она растет в высоту до 8 метров В ширину до 3 Поэтому, если ее вы где-то хотите посадить на участке Подумайте ей, выберите хорошее место Чтобы у нее был зрительный акцент на эту Иву Потому что она невероятно красивая Привлекает к себе внимание У нее зеленая кора, вот такая вот интересная Она цветет мелкими желтыми сережками Но вся ее красота именно вот в этих красивых кучерявых листочках Хочу еще сказать по этой Иве Не беспокойтесь, если после посадки зимой На весну она немножко выйдет подмерзшими веточками Это не страшно Она прекрасно восстанавливается весной Переносит температуры до минус 28 градусов Но если подмерзла, это не беда Она прекрасно восстановится, когда наступит теплый период У почвопокровной Ивы Гринкарпит Миниатюрная форма с подушковидной кроной Она не превышает высоту 20-30 сантиметров Она у меня еще вот в горшке Я ее только-только недавно приобрела Буду сажать Это очень интересный сорт Вот с такими маленькими зеленовато-серыми листочками Цветет мелкими сережками бежево-лилового цвета Высота этого кустарника Это кустарник, это не дерево Высота этого кустарника до 30 сантиметров То есть высоты у него не будет Он будет прекрасно ложиться по почве Разрастаться Вот такими тоненькими плетистыми веточками Будет покрывать землю Прекрасное растение для альпийских садов Для каменистых садиков Для склонов Ну, очень интересное растение Ива почвопокровная Ива плетистая, можно сказать, гринкарпит Ива швейцарская Компактный шаровидный медленно растущий кустарник С ворсистыми побегами Диаметр кроны до 1 метра Можно выбрать для нее форму для стрижки Тоже прекрасно поддается стрижке Формируете любую крону Любой формы У нее вот такие вот у этой ивы серые Покрытые обильными волосками листочки Они с двух сторон серые Верхняя часть меньше волосков На нижней больше У нее тоже желтые такие маленькие сережки По весне раскрываются вместе с листочками Прелесть этой ивы в том, что она невысокая И тоже прекрасно подходит для альпийских горок Для каменистых садиков Там, где на нее можно будет акцентировать внимание Вот такая еще интересная Рекомендую красивая ива для вашего сада Ива весьма неприхотлива к почвам Тем не менее, лучше всего она растет на легких и средних суглинках Особенно, если ее не забывают подкармливать удобрениями Легко она переносит и близкое залегание грунтовых вод Не любит особых каких-то почв Не надо ей там какой-то подбирать сложный состав Всегда добавляется в посадочную лунку Это компост или перегной Обязательно песок для рыхлости Песок обязательно для рыхлости И все, и дерновая земля Засыпаете и поливаете Все мы прекрасно помним ива Что она любит обильный полив Очень обильный полив любит Поэтому, чем больше вы будете поливать Тем больше будет ваше растение расти Прекрасно набирать массу Ну и, конечно же, вас радовать И солнце И вы практически все светолюбивые Особенно те, у которых вот такие вот серые Такие вот, как опушенные листочки Они любят больше солнышка И они более красиво выглядят на солнце Поэтому помним, что сажая иву Стараемся уделить ей, конечно, больше солнечного внимания Удобрения при посадке, как я говорила Что не добавляю при посадке Я считаю, что растению и так сложно прижиться А еще перерабатывать удобрения какие-то Поэтому удобрять я начинаю только весной И начинаю с органических удобрений Ну а потом уже минеральные Хотя можно весной тоже Какие-то сразу комплексные удобрения сделать Органика и минералка Но только не осенью при посадке Это лично мое мнение Я уже для себя это взяла за правило Но уже не первый год выращиваю ивы Поэтому это вот лично мой опыт У ивы, как и у большинства растений Есть свои вредители Особенно страдают от нашествий тли Обязательно обработки Я не могу ничего сказать пока про новые ивы Как они себя будут чувствовать и расти Но вот именно за хакуранишики скажу Что обязательно обработка Если вы не хотите в своем саду Использовать какую-то химию для обработки Ну существует много народных средств Которые можно применить Чтобы избавиться от этих нежелательных Ну нежеланных гостей в вашем саду Поэтому каждый выбирает Что ему удобно Что ему нужно для своего сада Ивы, как и хвойные Отлично сочетаются с декоративными травами У Ирины в саду разные виды декоративных трав Однако в этом году Один из сортов особенно порадовал женщину И на это были причины Мискантус зебринус – это капризуля Ну так вот эта капризуля Меня удивила Она затвела Не знаю, конечно, сможет ли полностью Выпустить свои красивые метелки-султанчики Но она затвела Что не характерно У нас в Беларуси Я не слышала особо Чтобы Мискантус зебринус твел Так что это, наверное, мое достоинство Могу гордиться этим Из Ивы часто делают живые изгороди И тоннели Или высаживают ее отдельно Это дает возможность Выгодно оттенить цветущие декоративные кустарники Травы и хвойные деревья А правильный уход за Ивами Позволит любоваться красивым видом круглый год Субтитры подогнал «Симон»